Всем здравствуйте! Меня зовут Ольга, я специалист спортивного отдела РОИ «Перспектива», ведущая нашего сегодняшнего вебинара. Хочу сказать, что наш вебинар проходит в рамках следующих проектов. Он президентских грантов, абсолют помощь, благотворительный фонд СИЭС. Сразу скажу по регламенту. Наш вебинар составит полтора часа. Всем свои вопросы вы можете задать либо по ходу вебинара в чат, либо озвучить их после выступления первого спикера голосом. Сегодня у нас будет два спикера. Я хочу вам их представить. Чижнякова Татьяна Николаевна, город Екатеринбург, директор ОНО, лаборатория социального развития. Также у нас второй спикер Ольга Николаевна. Геннадьевна, извиняюсь. Ольга Геннадьевна. Она у нас также директор ОНО, плов с ней счастье. Спортсменка сборной России, мастер спорта СССР. Также чемпионка мира и Европы по спортивному ориентированию. Татьяна, я передаю вам слово. Уважаемые коллеги, добрый день. Итак, несколько слов о нас и о теме сегодняшнего вебинара. И я, и Ольга Геннадьевна, мы работаем в проекте «Особый спорт». Это проект, который объединяет сразу несколько организаций, которые занимаются помощью людям с особенностями ментального развития. В первую очередь с аутизмом и схожими нарушениями. Мы все понимаем, что вовлечение в спортивные занятия, это задача крайне непростая, но, тем не менее, результат того стоит. Потому что мы все знаем, что спорт – это один из мощнейших агентов социализации человека с ментальными нарушениями. И сегодня мы хотим, наверное, рассказать о командных видах спорта для людей с аутизмом и ментальными особенностями. И сейчас я объясню, почему эта тема вообще, в принципе, стоит такого внимания. Так, какие виды спорта мы под этим подразумеваем? Мы сегодня упомянем такие направления, как черлидинг, легкая атлетика и волейбол. Вот, это очень разные виды спорта, но все они так или иначе подразумевают социальное и командное взаимодействие. Ну, про наш проект я уже рассказала. В настоящий момент проект «Особый спорт. Новый старт». «Новый старт» он называется именно потому, что это новый этап нашей деятельности. Проект, который подразумевает уже не сольные занятия, не индивидуальные, а именно командную работу. Вот, реализуем мы его сейчас при поддержке фонда Сбербанка «Вклад в будущее». Но, как правило, наши проекты не заканчиваются с грантами, поэтому мы всегда продолжаем после этого работать уже на самостоятельной основе. Поехали дальше. Почему это так важно? Несколько слов вообще о нашей проблематике и об аутизме в целом. В настоящий момент примерно у каждого ребенка, у каждого 54-го ребенка диагностируется расстройство аутистического спектра. Примерно на 13% в год растет количество детей и подростков с признаками аутизма. То есть на 13% больше людей диагностируется каждый год. То есть это уровень роста. И как минимум, как минимум один человек с особенностями аутистического спектра есть среди ваших знакомых. Так. Коллеги, у меня, к сожалению, перестала листаться презентация. Можно ли что-то с этим сделать? Я... Ага, все, спасибо. Огромное. Вот. Итак, какие направления работы мы реализуем? То есть первое направление, это, конечно, психологическое. Это адаптация к жизни в обществе человека с ментальными особенностями за счет повышения его самооценки, за счет командной работы, за счет понимания своего места в жизни. И вообще, в принципе, снижение уровня стигматизации семей, которые воспитывают детей с аутизмом и схожими особенностями. Второе направление, это педагогическое. То есть мы формируем в Свердловской области пункт специалистов, способных действительно эффективно работать с этой целевой аудиторией. А мы понимаем, что задача номер один, это убедить специалистов в том, что данная работа может быть эффективной и интересной как для спортсменов с особенностями развития, так и для их тренировок. Третье направление медицинское. Мы не обещаем излечения от аутизма, это невозможно, как бы мы все это понимаем, но мы способствуем, очень деликатно содействуем гармоничному физическому и умственному развитию наших детей и, в частности, снятию тяжелых ментальных симптомов. То есть занятия спортом очень хорошо влияют на ребят при наличии гипотеза, повышенной тревожности и тому подобных вещей. И последнее направление, самое важное, самое... Коллеги, у меня опять... Ага, все хорошо. Немножко сдвигаются экраны и исчезают стрелочки. И последнее направление, самое важное, это социальное. То есть мы создаем общедоступные, постоянно действующие площадки для занятий детей, подростков и взрослых с аутизмом при поддержке профессиональных специалистов, профессиональных спортсменов, профессиональных педагогов. Поехали дальше. Итак, целевая аудитория нашего проекта. Конечно, в первую очередь, это лица с особенностями ментального развития. Это родительское сообщество, которое неотделимо от этих людей, от этих детей, от этих молодых взрослых. Это профессиональное спортивное сообщество, для которого открываются принципиально новые перспективы и принципиально новые направления деятельности. Это педагогическое сообщество, включая педагогов дополнительное образование. То есть это люди, которым так или иначе попадают ученики, спортсмены, клиенты с аутизмом. И с ними нужно что-то делать на понятную причину. Следующая аудитория – это социально активные молодые люди и волонтеры. У нас достаточно много народу интересуется поддержкой подобных проектов. То есть это и молодые спортсмены из Института физической культуры, и обычные студенты, и, собственно говоря, такие же подростки, которые занимаются в спортивных секциях и осознали свою склонность к какой-то волонтерской деятельности. Ну и последнее – это средства массовой информации, которые помогают нам распространять информацию о возможностях наших подопечных. Вот. Еще пара слов об аутизме. Я подозреваю, что, конечно, вы много об этом уже знаете, но тем не менее напомню, что аутизм – это нарушение коммуникативных функций невыясненного генеза. Невыясненного генеза обозначает, что никто не знает, что провоцирует аутизм, откуда он берется, и как от него можно избавиться. Но так или иначе, это расстройство развития, для которого характерны дефицит социальной информации, ограниченность интересов и нежелание идти на контакт с миром. То есть вот есть такая диада нарушений при аутизме. С одной стороны, это нарушение социальной коммуникации и социального взаимодействия. С другой стороны, ограниченные повторяющиеся модели поведения, включая разнообразные сенсорные особенности. Раньше считалось, что есть триада, но потом сенсорные особенности и повторяющиеся модели включили в один пункт и как бы... Вот. Аутизм – это не одно такое заболевание, при котором все люди примерно подобны. Вот есть такое выражение, что если вы знаете одного человека с аутизмом, вы знаете только одного человека с аутизмом. По той простой причине, что люди с аутизмом очень разные и... То есть расстройство аутистического спектра – это разнообразная группа патологических состояний, которые обусловлены развитием головного мозга. Но проявляться они могут очень-очень по-разному. Поэтому педагогический и тренерский подход, конечно, тут тоже бывают разные. Вот. И так. Невозможно вылечить аутизм, найти лекарства от аутизма. Я, конечно, надеюсь, что это когда-нибудь произойдет, но пока... Вот. Но при этом возможно адаптировать людей с аутизмом к жизни в обществе и научиться использовать их сильные стороны. Вот. А при этом широко известно, что люди с аутизмом могут быть талантливы в отдельных областях знания и в определенных видах спорта. Они тоже показывают очень хорошие результаты. Есть у людей с аутизмом очень характерные черты. То есть те вещи, которые не позволяют учиться иной раз в общей группе. Почему им требуется, собственно, вообще особый подход. В первую очередь речь идет о нарушении руководящего контроля. Во вторую – о нарушении восприятия. Необходимости в точном дозировании нагрузок. Нарушениях эмоционально-волевой сферы. Также у этих ребят довольно слабый общий мышечный тонус. То есть человек физически здоров. Он бывает, что высок, красив и вообще эстатен. А вот с мышечным тонусом проблемы в 90% случаев. Есть определенная специфика в поощрении и реакциях на это поощрение. Есть необходимость постоянной визуализации. То есть только голосовыми инструкциями здесь не обойтись. Ну и, конечно, самое главное нарушение, самое серьезное – это проблема социального взаимодействия у таких людей. Есть у людей с аутизмом характерные черты, которые как бы с одной стороны минусы, но они могут превратиться в плюсы при таком правильном и аккуратном тренерском подходе. В первую очередь речь идет о следовании определенным ритуалам. То есть люди склонны повторять определенные движения, определенные упражнения много-много раз. Так, прошу прощения у нас. Презентация немножечко бегает. Второй момент – это точность и аккуратность в выполнении задачи. То есть если человеку с аутизмом задача поставлена, он будет ее выполнять. Следующий момент – склонность к стереотипии и точному повторению движений. Но это в спорте всегда помогает. Перфекционизм и упорство в достижении цели. То есть у людей с аутизмом, которые увлечены спортом, Ситуация такая, что вижу цель, но не вижу препятствий. Очень важен в данном случае, безусловно, авторитет тренера. Особенно при установлении хорошего, правильного руководящего контроля. Ну и, конечно, полное сосредоточение на определенном занятии и увлечении. То есть если вы знакомы с людьми с аутизмом, Он узнает, что если у человека есть увлечение, он погружается в него целиком и полностью. Ну и, конечно же, спорт дает очень много еще таких морально-психологических моментов развития. То есть это гармоничное развитие личности. Это построение конструктивных отношений с окружающими, То есть с руководителем команды и с членами группы. Это работа по достижению поставленных целей. Ну и, конечно же, несомненная польза для здоровья. Есть несколько видов спорта, которые изначально подходят для спортсменов с раз, С учетом их специфики. Это плавание различными стилями на различные дистанции. Это прыжки в воду, тяжелая атлетика, бег на различные дистанции и беговые горные лыжи. Что у этих видов спорта общее? А не, что человек отвечает в данном случае только за себя и за свое тело. Но, как мы понимаем, не стоит ограничивать этим физически, В общем, очень развитых, спортивных и физически совершенных людей. Поэтому мы с расширенным спектром видов спорта, В которые вошли также ушу и капоэйры, настольный теннис, бильярд, гимнастика, Спортивное ориентирование, прыжки на батуте и карате. Как вы сейчас заметили, в этом списке появились не только сольные виды спорта, Но и виды спорта, которые подразумевают парное взаимодействие. То есть взаимодействие с партнером, работу с этим партнером, работу с его реакциями. И вот только в последний год, только в последний год через 8 лет нашей деятельности Мы пришли к эффективной работе с командными видами спорта. Раньше были попытки, но вот сейчас мы собрались духом и начали заниматься этим системно, Потому что тут требуется, конечно же, и больше персонала, и больше усилий, и больше подготовки. Речь идет о волейболе, то есть это, несомненно, командный вид спорта. Это также о легкой атлетике. Это такой комбинированный вид спорта, где есть и сольные выступления, и, допустим, эстафеты. И чирлидинг, такой очень яркий, эмоциональный и артистичный вид спорта, Который привлек у нас не только девушек, но и молодых людей. Несколько слов о специфике. Первое нарушение, о котором я уже напоминала, это нарушение руководящего контроля. Что такое руководящий контроль? Это процесс установления авторитета родителей или специалиста у учащегося. То есть, понимаете, первая задача, первая задача всегда и везде, Это процесс установления авторитета тренера. Но просто если мы говорим об индивидуальных занятиях, Он должен доказать свой авторитет, свое право на руководящий контроль только одному человеку. А если мы говорим о командных видах спорта, То мы говорим о руководящем контроле в отношении целой группы людей с аутизмом. Следующий момент. Нарушение эмоционально-волевой сферы. Это очень действительно большая и серьезная проблема. Что она дает? Это быстрое насыщение у человека. То есть, человек перенасыщается игровой деятельностью, его ненадолго хватает. Это специфическое восприятие информации, Которое происходит зачастую спонтанно и избирательно. Поэтому необходима ее очень точная дозировка. Это необходимость получить дополнительное время для восприятия информации. То есть, мы имеем дело в первую очередь с отсроченными реакциями. Это отсутствие навыка ждать. Ну и зацикливание на одних действиях, и, конечно же, игнор других. То есть, человеку, допустим, нравится, но не нравится делать разминку. А без разминки мы понимаем, что это будет травмоопасная история. И, конечно, с этими нарушениями тренеру приходится работать буквально в постоянном режиме каждую-каждую тренировку. Что касается спецификации реакции. Когда мы работаем с людьми с особенностями ментального развития, мало как бы самому тренеру понимать, что все получается, успешность спортсмена, успешность ученика нужно четко донести до этого ученика. То есть, в случае, если человек что-то сделал правильно, должно следовать поощрению. Поощрения бывают очень разные. Они могут быть словесные, молодец, пищевые, молодец, возьми чупа-чупс. Это могут быть поощрения деятельностью, допустим, дополнительные 5 минут прыжков на батуте. Это может быть манипуляция любым предметом. То есть, как бы ты хотел поиграть с этим предметом, вот ты выполнил задание, хорошо, получи этот предмет. А также это могут быть жетоны и наклейки. В нашей ситуации, когда мы понимаем, что все люди с аутином очень разные, нам, конечно же, приходится выбирать систему поощрения для каждого свою. И правильный выбор в данном случае – это, конечно, очень важный момент. Следующий аспект занятий – это необходимость постоянной визуализации. Повторюсь, когда вы работаете с людьми с аутизмом, тем более с группой людей с аутизмом и сложными ментальными нарушениями, одних слов мало. Я уже упомянула, что восприятие реакции может быть очень специфичным, и человек зачастую вас может просто не услышать и не воспринять ваши слова. Не то, чтобы не воспринять правильно, а вообще не воспринять никак. Вот. Поэтому существует визуальная поддержка. То есть, это визуальная поддержка расписания тренировки. То есть, у нас всегда перед глазами расписание тренировки. И визуализированы все итерации, которые у нас запланированы. Сначала у нас, предположим, разминка, потом сольные упражнения, потом парные упражнения, потом непосредственно игра, потом расслабление, после этого выдача поощрений, далее расходимся. То есть, все эти вещи нужно визуализировать. Правила поведения мы тоже визуализируем, и они постоянно находятся в поле зрения наших студентов. Пространство приходится зонировать. То есть, чтобы человек, допустим, команда бегала по кругу на разминке, им нужно нарисовать этот круг. Потому что представления о круге, извините, у каждого свои. Должны быть постоянные визуальные подсказки. То есть, если человек идет в раздевалку или в туалет, там должно быть написано, что это раздевалка или туалет. Вот. Показ всех упражнений должен быть наглядным. То есть, в любом случае, тренер – это тренер играющий, вот, тренер работающий и тренер постоянно участвующий в любых физических активностях. Вот. То есть, в принципе, даже очень хорошо иллюстрируют такие занятия плавания, потому что традиционно тренер находится на берегу. Если вы занимаетесь плаванием с людьми с аутизмом, вот, тренеру надлежит переодеться и нырвнуть в воду. Вот. Иначе, как бы, вы не докажете людям, что нужно плыть, плыть именно так, вот, вести себя безопасно, ну и вообще залезать вот в эту вот воду зачем-то. Далее. Следующая особенность – это необходимость точного дозирования нагрузок. То есть, на группу, на группу – это также экстраполируется, как на отдельных людей. Люди в группе разные. Соответственно, нагрузки они держат по-разному. И, по сути дела, по сути дела, группа должна подбираться, во-первых, из людей, которые относительно одинаковое время могут продуктивно заниматься. Вот. То есть, а не потому, что кто-то захотел ходить в это время, а не в другое. Вот. Во-вторых, как бы, за каждым человеком должен устанавливаться индивидуальный контроль. Именно поэтому, именно поэтому у нас на тренировках работает не только тренер, но и ассистент тренера, который может принять на себя задачу по развлечению кого-нибудь из спортсменов, кто устал и не может больше работать с группой. И поведенческий техник, вот, который наблюдает за ребятами и корректирует нежелательное поведение. Если удалось справиться с нежелательным поведением здесь и сейчас, вот, ситуативно, это не значит, что про это нужно забыть. Вот. Для каждого человека в этом случае должна появляться индивидуальная поведенческая программа. Так. Что еще? Отношение недозирования упражнений. Количество, количество раз, количество подходов, количество игр должно быть изначально громко озвучено. И в некоторых случаях визуально представлено. Мы пользуемся таймером или очень, как бы, простыми, крупными часами со стрелками. Дело не в том, что люди не хотят заниматься им в силу их особенностей, просто нужно точно знать, сколько раз, сколько вешать в граммах и когда это закончится. Необходимо соблюдать заданную последовательность упражнений, потому что мы понимаем, что люди с аутизмом живут в определенной системе координат и им комфортно, когда эта система координат, этот железобетонный план, он соблюдается. И, конечно же, добавляя новые элементы, они должны вводиться таким образом, чтобы мы были уверены, что предыдущие элементы люди уже закрепили. А, повторяюсь, у нас группа и у каждого человека свои особенности. Слабый мышечный тонус. Это проблема-проблема. Дело не в том, что у людей что-то вообще, в принципе, с физикой. У людей с раз, низкий мышечный тонус связан в первую очередь с особенностями сенсорной системы. И физкультурная деятельность направлена на формирование двигательных навыков. То есть, когда навык будет сформирован, когда он будет доведен до автоматизма, мы получим и повышение мышечного тонуса. И вообще, в принципе, увеличение спектра двигательных действий. То есть, пока человек чувствует себя неуверенно, плохо ощущает свое тело в пространстве, пока навык не отработан, мышцы будут слабенькими. Не потому, что тело плохое, но потому, что мозг им плохо управляет. Ну вот, я, конечно, говорю сейчас очень упрощенно, но, тем не менее, это факт. Итак, задачи любой работы в группе, то есть в любом случае это АФК, даже если это черлидинг, даже если это волейбол. Мы совершенствуем физические качества и двигательные навыки. Мы преодолеваем моторные стереотипы поведения. Мы стабилизируем психоэмоциональную сферу посредством удовлетворения физической активности. Потому что, если у человека, грубо говоря, повышенная тревожность, зачастую ее можно, что называется, выпрыгать. То есть, получив определенную физическую нагрузку, можно стабилизировать отчасти эмоциональную сферу. Мы создаем благоприятные условия для социализации и коммуникации детей. А это важно, потому что обычный ребенок в 90% случаев проходит через такой опыт, как спортивная секция, командная работа, спортивные сборы, соревнования. И это нормально. И любой человек имеет право взрослеть со сверстниками и испытывать все то, что испытывают их сверстники. Поэтому для социализации и коммуникации спорт – это, конечно, номер один. И далее – это расширение перечневыполняемых двигательных действий и социально-бытовых навыков. Мы понимаем, что далеко не каждый человек станет чемпионом, добьется каких-то там супер-мега-успехов. То есть, на своем уровне мы медали дадим, конечно, всех. В этом отношении мы исповедуем принципы социальной олимпиады. У нас проигравших не бывает. То есть, бывают только те, кто проявил себя как-то ярче, но при этом все остальные, они не проигравшие, они тоже полноценные участники, победители и прочее. Но, тем не менее, самое главное, самое главное – экстраполировать полученные навыки в дальнейшем на самостоятельную жизнь. То есть, человек учится коммуницировать, он потом будет более успешно коммуницировать в обычной жизни. Он учится слышать мнение команды и становиться частью группы. Это поможет ему, допустим, в дальнейшем учебе. Он слышит тренера, он потом... Поехали дальше. Вот это небольшой замер. Замер сделан с участием и родителей, и наших спортсменов. То есть, понятно, что голос спортсмена – это родители. Но, тем не менее, это эффект от тренировок в части ментального, психического развития участников. Наиболее частым эффектом является более четкое выполнение инструкций. То есть, человек слышит тренера, человек после этого слышит родителя, педагога, и вообще любого другого человека, который к нему обращается. Во вторую очередь, желание общаться с другими участниками. С другими участниками группы, с другими участниками команды. Это объяснимо, потому что человек получает позитивный опыт. Его не отвергают, не выдавливают, не обижают. И не выталкиваются с коллектива. То есть, он избавляется от чувства социальной изоляции, становится членом группы и приобретает, насколько это возможно, друзей. То есть, у него появляется желание общаться со сверстниками. Если раньше это все было связано с какими-то неприятностями, то сейчас у человека появляется успешный опыт. Далее. Самостоятельность и тайм-менеджмент. Люди, которые участвуют и в онлайн, и в оффлайн тренировках, они начинают ощущать время и ответственность, в том числе, за это время, за то, как оно проведено. Строить график дня, который в том числе замкнут на график тренировок. И последнее, что упомянули родители, это не значит, что... Упомянули много еще всего, но мы выбрали 5 таких наиболее частых ответов. Это тренировка спокойствия и самоконтроля. То есть, владение собой, конечно, растет, растет. В таких случаях. Вот. Несколько слов об эволюции проекта, чтобы было еще, ну, как бы чуть понятнее, к чему, каким образом мы к этому пришли. Вот. Поняв, что аутичные люди успешны в определенных видах спорта, в первую очередь, не командных, которые не подразумеваются, учитывая не социальных сигналов, мы решили начать именно с них. Вот. Поэтому когда-то вот давно, вот, больше семи лет назад, мы начали именно с сольных видов спорта. Потом, в какой-то момент, мы начали выводить ребят на соревнования. То есть, как бы, соревнования – это уже не совсем сольная история. Вот. Это конфликт интересов, это возможность показать собственные достижения, вот, и возможность оценить чужие достижения. И это опять-таки нахождение в обществе. Вот. Третьим этапом стали виды спорта с социальным взаимодействием. То есть, та же капоэйра – это, конечно, не спарринг, это имитация спарринга, но, тем не менее, оно подразумевает взаимодействие с партнером. Далее мы пришли к получению разрядов и аттестаций. Господа, у кого-то включен звук. Вот. У нас ребята стали получать самые, как бы, обычные спортивные разряды, причем в первую очередь они их стали получать по прыжкам на батуте. Вот. Потом, как бы, пошли пояса в кафе, эре и карате. Вот. После этого разряды по плаванию. Вот. И все больше, больше и больше. После этого мы пришли к интеллектуальным видам спорта. Под интеллектуальными видами я подразумеваю, в том числе, спортивное ориентирование, о котором расскажет после меня Ольга Геннадьевна. Вот. Потом мы двинулись к участию в сборах и выезду в лагеря. То есть, это, опять-таки, работа в группе. То есть, пусть тренировки по индивидуальным видам спорта, но это совместное проживание с другими членами команды, это бытовые аспекты. И для многих это были вообще первые в жизни выезды куда-то без родителей. Ну, потом случилась пандемия, отлично набили руку в онлайн-тренировках. Они у нас до сих пор продолжают работать, потому что это удобно, особенно когда человек не передвигается самостоятельно по городу. И сейчас, сейчас, наконец, мы пришли вот к этим вот самым командным занятиям. Вот. И заканчиваем первый учебный год с ними в родине. Есть сайт особый спорт.ру и наша страница во Вконтакте. То есть, просто ее очень легко найти по признаку особый спорт. Там есть ссылки на видеоуроки для спортсменов и на инструкции для тренировок. Вот. Они могут вам пригодиться. Там очень по многим видам спорта есть видео, поэтому обращайтесь, смотрите, изучайте. Если надо, напишите нам. Мы всегда рады ответить и проконсультировать. Итак, сейчас непосредственно про новые виды спорта. Вот. Вот эта диаграммка, она показывает у нас... Что-то меня откидывает все время назад на слайд. Видимо, компьютер мне хочет сказать, что я чего-то не договорила. Вот. Диаграмма показывает соотношение юношей и девушек в разных видах спорта. Что интересно, в чирлидинге соотношение 50 на 50. Вот. То есть... Пардон, я вижу вопрос. Я сейчас быстро отвечу, потому что потом у меня будет мало времени. Какой примерно процент ребят смог выйти на уровень присвоения разряда? Значит, поскольку у нас обычные разряды в первую очередь в гимнастике на Батузе, там этих разрядов больше всего. Вот только что прошли региональные соревнования инклюзивные, которые у нас называются старты равных возможностей. Вот из группы, участвовавшей в региональных инклюзивных соревнованиях, получили разряды именно в ходе этих соревнований примерно 15% участников. Вообще, в принципе, получение разряда не всегда зависит только от возможностей ребенка. Бывает, что это зависит в том числе от желания родителей, потому что кто-то ходит на занятия исключительно ради компании, ради социализации, ради общего физического развития. И родители изначально говорят, что мы, допустим, не сможем ходить на тренировки 3 раза в неделю, но мы с удовольствием будем ходить. Мы, как правило, предупреждаем, что у вас человек идет на разряд, подумайте, готовы вы в это вкладываться, согласны или нет. Но в большинстве случаев люди, конечно, согласны, потому что разряд – это важно, и, в принципе, это вариант для школьного в техникуме. Ну, не говоря уж о возможности ездить на соревнованиях, не участвовать в различных тусовках и прочем. То есть на самом деле получить разряд может больше народу, чем фактически его получает. Просто поскольку, я уже говорила, ребята не всегда могут передвигаться по городу одни, чаще всего не могут, ну и про дозирование нагрузок я тоже говорила, есть люди, которые говорят, допустим, у нас в приоритете рисование, или у нас в приоритете компьютерная грамотность, или у нас человек поступил в техникум, и сейчас будем заниматься меньше спортом и больше учебой. Но в моем понимании, в моем понимании, на разряд можно выводить в среднем 30%. Просто где-то это сложнее, а где-то это легче, потому что КПР-исты у нас получают первые пояса, ну, наверное, процентов 65 от группы, 60-65, потому что первый пояс получить это, потом просто становится там все сложнее и сложнее. То есть вообще это, конечно, зависит еще и от вида спорта. Итак, вернемся к нашим баранам. Чирлидинг примерно на 50 юношей и девушке, в волейболе и в легкой атлетике, конечно, больше парней. Но, в общем, это объяснимо. На самом деле парней с аутизмом, в принципе, вот, примерно там, не помню сейчас точную цифру, ну, чуть ли не в три раза больше, чем девчонок. И у девушек, конечно, нарушение проявляется сильнее, к сожалению. Вот. И так, значит, что мы уже освоили в легкой атлетике, вот, что освоили успешно, да что ж меня все время назад так кидывает. Вот. Так, что ребята, в принципе, уже вышли на соревнования, прошли внутреннюю аттестацию и даже стали кое-где уже побеждать в соревнованиях специальной олимпиады. Вот. А мы понимаем, что люди с аутизмом, вот, они вообще никуда. Специальные олимпиады их зачастую не принимают, потому что может не быть умственной отсталости. А пара олимпиады их не принимают, потому что умственная отсталость может быть. Вот. Поэтому нам приходится проводить либо собственные соревнования, либо направлять, чтобы ребят как бы пробовать все направления, где их только берут. И так, хорошо освоили бег 60 метров. Бег 60 метров с барьерами. Вот. С барьерами это было, конечно, очень интересно, но теперь мы их уже не роняем. Вот. Это толкание ядра и это прыжок в длину. Вот. Очень хорошие везде результаты. Ну и, конечно, ради социального взаимодействия мы стараемся всегда это перевести в формат, как бы командный формат эстафеты. Вот. Легкая атлетика – это вообще прекрасный универсальный вид спорта, но наиболее, так сказать, значимые задачи – это, конечно, сохранение и укрепление здоровья, формирование, развитие и совершенствование техники ходьбы и бега. Мы знаем, что люди с аутизмом иногда ходят и бегают, ну, несколько необычно. Вот. Это развитие физических качеств силы быстроты и координации. Вот. А мы знаем, что люди с аутизмом достаточно неуклюжие и готовы встретиться там с каждым косяком в силу плохого владения собственным телом. Это овладение в том числе теоретическими знаниями о легкой атлетике. То есть мы стараемся не только гонять спортсменов, но и говорить с ними о том, как работает тело, почему они устают, как дозировать нагрузку, вот, какие мышцы работают. Вот. Конечно, мы формируем у них интерес в том числе и вообще к занятиям, спорту, потому что эмоционально-волевая сфера у людей проседает и, как бы, хочу, но не знаю чего, не хочу вообще ничего – это, конечно, все. Вот. И последнее, ну, наверное, самое важное – это воспитание морально-нравственных и личностных качеств. То есть взаимодействие в команде, помощь ближнему своему, вот, преодоление препятствий, упорство в достижении цели. То есть это то, что мы, как бы, упорно тащим вперед в этом командном взаимодействии. Второе – чирлидинг. Чирлидинг – это история, в которую никто не верил. Вот. То есть там коллеги периодически над нами ржали и говорили, «Господи, что за чирлидинг? Что вы удумали? Никто не пойдет». Вот. Еще как пойдет. Это, в принципе, довольно зрелищный эффект спорта. То есть это и танцы, и гимнастика, и акробатика. Всем девушкам хочется танцевать. Вот. А всем парням хочется танцевать с девушками. Не говоря уж о том, что это не просто танцы, а это такой действительно мощный, эффективный спорт, который работает сразу со многими группами мышц. Ну, как можно называть чирлидинг, можно чирлидинг. Мы пишем, как тайло, через «и», но для занятия это решающего значения, конечно же, не имеет. Вот. Что еще? В данном случае это не только работа над групповым танцем, над эффектной какой-то композицией. Не только работа с атрибутикой. Вот у нас для команды закуплены вот эти вот замечательные, мохнатые, пушистые помпоны, которые очень любят у нас все спортсмены. Это еще и соревнования. То есть это не просто показ танца. Это соревнования по определенным принципам, по определенным упражнениям, по определенным композициям. Ну, и, конечно, это очень активная работа со спортивными клубами, потому что чирлидинг можно, в принципе, пристегнуть что к футболу, что к хоккею, что к баскетболу, вот, и к любому командному виду спорта, который популярен в том или ином городе и регионе. Вот. И, конечно, помимо того, что ребята ощущают себя действительно как бы значимыми спортсменами, которые не только танцуют, но и совершенствуют свои физические качества, здесь много неоспоримых преимуществ. То есть, ну, про укрепление здоровья можно не говорить, это понятно. Вот. Опять-таки, формируется интерес к регулярным физическим занятиям. Если человека нельзя было загнать в спорт, но можно было его загнать в танцы, мы удовлетворили, так сказать, оба вопроса. Мы воспитываем чувство коллективизма, потому что чирлидинг, вот, вы знаете, это такой спорт, когда поддержка ближнего своего важна, как никогда. Вот. Даже не только тогда, когда ты стоишь на плечах у этого человека, чтобы рухнуть, а даже тогда, когда ты выполняешь ту или иную танцевальную композицию, и твой успех зависит от успеха твоих партнеров. Вот. И очень важно, что чирлидинг – это еще… это не только координация и ритмические способности, это развитие, в том числе, и эстетического вкуса. Вот. Это работа с ритмом, это понимание музыки, понимание ее влияния на состояние организма. И вообще, в принципе, юноша и чирлидер, они по-другому себя ощущают и, в общем, имеют успех практически как бы на любой молодежной тусовке. А ребятам с особенностями это нужно так же, как всем остальным. Вот. Далее. Волейбол. Почему именно волейбол? Нас часто спрашивают, почему не баскетбол? Баскетбол уже легче. Вот. Но мы провели уже несколько лет в лагерях, в летних лагерях, в летних адаптированных, конечно, лагерях, и мы пробовали и волейбол, и баскетбол, и пионербол, и тому подобные вещи. Вот волейбол среди массовых видов спорта для наших наиболее доступен. Вот. То есть у этого есть там всевозможные причины. То есть, во-первых, играть можно везде, инвентарь минимальный. Вот. Во-вторых, как бы можно играть практически с любым составом. Можно один на один, можно два на два, можно шесть на шесть. Вот. То есть можно тренироваться, перебрасывая мяч по кругу. Но волейбол сработал лучше, чем баскетбол. Он лучше показал себя в течение нескольких сезонов наших лагерей и выездных сборов. Поэтому мы приняли решение заниматься именно им. И, в общем-то, я бы сказала, что не прогадали. Вот. С волейболом, в общем-то, понятная история. То есть это и гармоничное физическое развитие, и развитие физических качеств. Вот. И, опять-таки, работа в команде. Вот. И что интересно, эта история еще и про правила игры. То есть в команде есть роли. У игры есть правила. Вот. Навык действовать по правилам для людей с ментальными особенностями очень важен. Потому что люди с аутизмом, это, конечно, каждый сам себе режиссер. И, как бы, понимать правила и выполнять их, это даже важнее физического развития. В данном случае это просто как бы мега-навык, который влияет на учебные процессы, влияет вообще, в принципе, на поведение человека в группе. То есть наши ребята экстраполируют это поведение, допустим, на навыки общения в тренировочных квартирах. И педагоги тренировочных квартир наших говорят, что да, человек меняется, он по-другому общается, он по-другому вообще коммуницирует, и он становится более успешным. Так. Вот. По большому счету все. Я понимаю, что мне, конечно, не рассказать за 40 минут, но выходите на наш сайт, выходите в группу ВКонтакте. У нас постоянно идут какие-то семинары, мы проводим очень много обучающих программ. Вот. И к ним можно присоединяться, мы всегда их анонсируем ВКонтакте. Вот сейчас у нас обучающая программа одна закончилась, но в апреле-май будет еще одна. Она будет посвящена проведению инклюзивных соревнований с учетом интересов людей с особенностями ментального развития и аутизма. Так. Татьяна... Вы зададите вопрос или я прочитаю? Смотрите, да, там есть вопрос один. Наши зрители просят, чтобы вы рассказали о том, как тренировать людей с УВЗ именно навыкам легкой атлетики. Есть какие-то советы? Можете... Если я сейчас прям начну это рассказывать, я займу еще 40 минут. Я предлагаю поговорить об этом, действительно присоединившись к нашим, либо к нашим семинарам, либо 4-го, да, если я не ошибаюсь, 4-го числа будет еще один вебинар с нашими дорогими коллегами из «Перспективы». На нем мы будем рассказывать именно об этих вещах. Вот. Что касается легкой атлетики, если вот совсем коротко, начинаем с элементарных упражнений, отрабатываем какие-то базовые элементарные навыки и постепенно усложняем их. Потому что как бы элементарно вы понимаете, что человек с аутизмом, он иной раз, ну в общем, как бы человек ничем себя не выдавал, потом он побежал, и мы сразу поняли, что у человека есть какие-то интересные особенности. Вот. Прежде чем пустить человека бегать по кругу, нужно для начала научить его, допустим, просто держать руки, то есть не размахивать ими, как крыльями, вот, а как бы принять определенную позицию рук. Вот. После этого побегать на месте, вот, поработать с постановкой ног и только после этого начать движение. Ну, я, конечно, сейчас всего этого не расскажу, но я очень надеюсь, что я смогу рассказать об этом на следующей неделе. И если будете присоединяться к нашим семинарам, вот, мы введем туда непосредственно тренеров, которые занимаются именно этой проблематикой, они расскажут больше. Можно будет даже посмотреть видео. Татьяна, спасибо вам огромное. Мы можем передать слово. Вам спасибо, коллеги. Нашему следующему спикеру Ольге Геннадьевне. Все, коллеги, я прощаюсь. Спасибо еще раз. Вам спасибо. Ольга Геннадьевна расскажет о спортивном ориентировании. Да. Добрый день, уважаемые коллеги. Я надеюсь, меня слышно хорошо, ну, и видно. Сейчас Оля подключит мою презентацию, и я вам расскажу об удивительном виде спорта, который называется спортивное ориентирование или трейл-ориентирование. Я сама очень коротко занимаюсь этим видом спорта практически всю жизнь, и это уже действительно становится каким-то моим образом жизни, частью моего образа жизни. И хочется весь свой опыт передавать новым поколениям, и хочется, чтобы люди и ребята с различными особенностями получали удовольствие от спортивного ориентирования точно так же, как получаю это удовольствие я. Я расскажу вам об этом виде спорта, и мы с вами даже немножко потренируемся. Итак, значит, что такое спортивное ориентирование? Мне хочется рассказать вам много, но я думаю, что многие из вас уже встречались с этим видом спорта, и во всяком случае вы все равно имеете какое-то маломальское представление. Но тем не менее, это действительно очень увлекательный вид спорта, в котором могут принимать участие как самые маленькие дети, так и ветераны. И я сталкивалась на соревнованиях, и ветеранских в том числе, где спортсмены принимают участие в возрасте 95 лет. И буквально вот мы недавно проводили соревнования, беговая участница, совершенно маленькая, в возрасте 3 года, ну, конечно, там в сопровождении мамы, но тем не менее, был очень красивый ее финиш. И также спортивным ориентированием могут заниматься люди с инвалидностью, в том числе с поражением опорно-двигательного аппарата и с ментальными особенностями. Наш город Екатеринбург, в котором я начинала ориентирование, начал проводить соревнования и обучение людей с поражением опорно-двигательного аппарата еще 25 лет назад, и до сих пор мы развиваем этот вид спорта, и наши ребята достигают больших успехов. Пять лет назад мне было предложено попробовать проводить занятия для ребят с ментальными нарушениями. Я с трудом, наверное, восприняла это предложение, потому что я понимаю, что спортивное ориентирование – это интеллектуальный вид спорта, и насколько будет он доступен для ребят с ментальными особенностями, для меня было очень переживательно. Но, тем не менее, мы решили попробовать и взяли первую группу, которая состояла из 8 человек, и на занятия, которые проводили один раз в неделю, приходили ребята в сопровождении со своими родителями. Я, конечно, хотела, чтобы ребята начали понимать карту и, естественно, научились преодолевать какие-то дистанции. Ну, и прежде чем мы начинали спортивное ориентирование с ребятами, мне хотелось тоже их и протестировать, и понять, что им будет доступно. И поэтому я бы тоже вас хотела познакомить с видами спортивного ориентирования. Это, прежде всего, спортивное ориентирование бегом, спортивное ориентирование на лыжах, спортивное ориентирование на велосипеде и так называемое трейл-ориентирование, которое адаптировано для людей с ментальными особенностями и для людей с поражением опорно-двигательного аппарата. Прежде всего, спортивное ориентирование – это работа с компасом и с картой в лесу и прохождение дистанции в определенном направлении. Это может быть либо на время, либо на подсчет очков, то есть правильных ответов. Ну вот, например, я коротко покажу вам спортивное ориентирование бегом. Контрольные пункты стоят в лесу, они выглядят в виде ярко-бело-красных флагов, он небольшого размера. И с помощью компаса и карты, чтения карты, надо найти такой контрольный пункт, отметиться на нем и преодолевать дистанцию в заданном направлении от пункта к пункту. От старта к финишу через несколько контрольных пунктов и победитель определяется по времени, затраченному на прохождение дистанции. Ну, приходится преодолевать препятствия и приходится быстро еще и уметь бегать. Карты бывают разные спортивные, они бывают упрощенные и бывают карты довольно сложные. В зависимости от уровня наших мероприятий и уровня наших участников, мы им предлагаем разный уровень подготовки карт. Практически от схем до сложных карт. Ну, вот здесь спортивное ориентирование на лыжах. То же самое, что бегун, только используется специальный лыжный инвентарь, планшеты, на которые крепится карта. И готовятся специальные карты, где накладывается густая сеть лыжней в лесу, и эти все лыжни отображаются на карте. И в результате спортсмен проходит на лыжах дистанцию, выбирая самый короткий путь, используя вот эти зеленые линии. Ну, спортивное ориентирование на велосипедах. Конечно, этот вид спорта требует определенного инвентаря, при этом не очень дешевого. Но, тем не менее, есть такой вид спорта, и вам, наверное, для информации. Ну, вот видите, такой веселый кадр, все начиналось со слов «я знаю короткую дорогу». Ну, тем не менее, мы знаем, что спортивное ориентирование – это непростой вид спорта, и для нас проведение любых занятий и любых соревнований – это прежде всего безопасность участников. И именно для наших ребят с расстройством атотического спектра и с ментальными нарушениями мы дистанции готовим довольно безопасные, в ограниченных районах – это парковая местность, где закрыта местность ограждениями какими-то, либо хорошо просматриваемыми дорогами, и стараемся для них дистанции сделать упрощенные. Ну, и, конечно, я, наверное, сейчас затрону вот этот вид спорта – трейл-ориентирование. Он адаптирован для ребят с поражением опорно-двигательного аппарата, и мы этот же вид спорта начали активно использовать для детей с ментальными нарушениями. Почему он удобен для ребят с рас? Потому что дистанция проходит без ограничения по времени, не на скорость. Есть определенное контрольное время, в которое, как правило, все укладываются. Дистанция прокладывается по дорогам, с которых нельзя сходить, и решаются определенные задачи разного уровня сложности. Самое интересное, что ребята никогда не проходят одну и ту же дистанцию. Всегда эти дистанции разные, используются и разный ландшафт, и разное расположение объектов, и на разных всегда местностях, и по новым картам. Но, тем не менее, с нашими ребятами мы стараемся использовать как можно дольше один и тот же парк, или одну и ту же местность, чтобы они привыкали, но при этом ставим им разные задачи. Карта готовится непросто. Но в любом случае берутся какие-то аэрофотосъемки, либо спутниковские снимки, и в определенных условных знаках, стандартных для Международной Федерации ориентирования, рисуются карты специально обученными людьми, называются они рисовщики или мэперы, и карты рисуются по определенным стандартам. В спортивном ориентировании используются знаки, условные обозначения спортивных карт. Этих знаков примерно около ста, но, тем не менее, они более-менее понятны, и мы с нашими ребятами их разбиваем по цветам. Я покажу. Ну, например, мы сразу говорим, что все, что на карте связано с водой, на карте обозначается синим цветом. То есть это озера, канавы, реки, болота. И таким образом ребята воспринимают цвет с определенными объектами гидрографии. Требуется очень много повторений, очень много тестов. Я тоже в конце нашей презентации покажу, что они себя представляют. Черным цветом у нас на карте обозначаются скалы, камни и все искусственные объекты, то, что создал человек. Это постройки, заборы, тропинки, которые натаптывает человек, и определенные дороги. Поэтому ребятам тоже мы черный цвет объясняем, что обозначается, и на карте потом обязательно это все находим. Все, что у нас связано с растительностью, на карте обозначаются зеленым цветом или желтым. Конечно, ребята часто путают зеленый цвет с полянами, но тем не менее мы пытаемся образно представить, что поляны, они освещены солнцем, желтым цветом обозначаются, а лес зеленым, и чем темнее зеленый цвет, тем гуще лес. Самое интересное, что ребятам с раз сложно иногда воспринимать условные знаки образно. И поэтому, конечно, мы демонстрируем очень много наглядных объектов и проводим видеофильмы или все это просматриваем на местности. Ну и дальше, если пройтись по знакам, то все, что у нас связано с рельефом, рельеф – это коричневый цвет, это все на карте обозначается именно этим изображением этого цвета. Это горки, бугорки, карьеры, ямки, овраги и так далее. То есть точно так же мы ассоциируем это все со цветом, который воспринимается в природе. Ну и естественно обозначение дистанции у нас есть. Это у нас должен быть красным цветом, это старт, финиш, контрольные пункты, через которые участник проходит, он всегда может определиться, где он находится, по какому маршруту он должен пройти и в каком месте он должен финишировать. Ну и самое важное для нас – это навыки, которые ребята должны приобрести на занятиях ориентирования. Очень с большими и множественными повторениями мы проводим тесты и изучение условных знаков. Очень много у нас карточек и в течение определенного, может быть и долгого времени, эти условные знаки мы изучаем. На занятиях мы пользуемся компасом, определяем стороны света и также проводим очень много интересных заданий. Также мы их учим ориентироваться по солнцу для того, чтобы это тоже где-то в будущей жизни им могло помочь. Также у нас приобретаются такие знания, как глазомерное определение расстояний и на местности, и на карте. Это тоже, я считаю, очень важно. Сопоставление объектов на местности с условными знаками, которые мы изучаем. То есть это называется чтение карты. И при этом, когда мы начинаем наши занятия, я всегда спрашиваю, умеете ли вы читать. Да, вот читать мы умеем. И тогда я уточняю, чтобы прочитать книгу, что вам надо сделать, что вы должны знать. Должны знать буквы. И тогда сразу мы проговариваем, чтобы прочитать карту, мы должны знать условные знаки. Если мы условные знаки будем знать, мы всегда сможем прочитать карту и понять, в каком месте мы находимся, с какой стороны у нас находится поляна, с какой стороны бугор, с какой стороны яма, с какой стороны камни. Зная эти знаки, стараемся, чтобы наши ребята могли определить свое местоположение. Что и в будущем им может помочь и в продвижении по городу с использованием схем маршрутов или какой-то обычной гугл-карты. Поэтому ориентирование для них очень важно, и чтение с карты или схемы тоже ребятам помогает в будущем. Очень важно это самостоятельное принятие решения, потому что именно в ориентировании, когда он находится один на один с картой или непосредственно рядом у нас идут родители, тем не менее все равно приходится принимать самостоятельные решения, давать ответ и понимать, где он находится. Развитие концентрации внимания, развитие зрительной памяти. И очень важно для наших ребят это развитие пространственного мышления, что не всегда удается получить с первого раза. Но для этого мы проводим очень много интересных занятий, которые этому способствуют. Тренировки и занятия у нас, и соревнования в том числе проводятся в любое время года, и осенью, и зимой. Мы стараемся проводить наши кубки, мы их называем кубок нашей организации сей части, и проводим все четыре итоговые занятия, все четыре раза в сезоне. Осенью, зимой, летом и весной называется у нас там летний кубок сей части, зимний, осенний, весенний. Обязательно проводятся награждения, подводится семейный зачет, и ребята работают как на тренировках, так и на соревнованиях, могут работать в команде. Ну и если очень коротко, то именно трейл-ориентирование, как я сказала, это довольно интеллектуальный вид спорта, где надо прочитать карту, сопоставить ее с местностью, расставить все объекты, и мало того, надо решить задачку, которую подготовил начальник дистанции для них, и определить на карте точку, на карте определить, увидеть точку и определить на местности, какой из флагов, вот мы их видим на данном слайде, находится в центре окружности, которая показана на карте. Может быть вам это сейчас сложно, но есть очень много методик, трейл-ориентирование обучающих, и можно с ними ознакомиться и понять, что это такое. Ну, мы для наших ребят готовим очень упрощенные дистанции, для того, чтобы они справились, и мы обычно устанавливаем на местности не пять флагов, один из которых надо выбрать и принять решение, а мы устанавливаем обычно один флаг и даем им задание, так называемые верю-неверю, стоит ли флаг на каком-то объекте, например, на камне, или стоит на другом объекте, например, на горке. И таким образом они принимают решения самостоятельные и учатся различать объекты с местности, сопоставлять с объектами на карте. Свои ответы они заносят в карточку участника, и мы таким образом видим, правильно решил спортсмен или наш участник задание или нет, и обязательно потом подводим итоги и делаем разборы, для того, чтобы ребятам было понятно, где они могли ошибиться. Ну и как я сказала, что у нас решение зависит на наших соревнованиях от количества правильных ответов, которые получают на дистанции, и таким образом определяется победитель. Ну, как я говорю, что и Татьяна, предыдущий спикер, говорила, мы стараемся на наших соревнованиях наградить обязательно всех участников, призовые места, это обязательно медали и дипломы, и все остальные участники у нас обязательно получают дипломы за участие и какую-либо наградную сувенирную атрибутику. Для них это важно, и каждый считает себя успешным и уезжает с соревнований довольными. Ну, как я говорю, мы можем проводить наши дистанции или постановку дистанций на очень упрощенных схемах и в каких-то любых абсолютно местах, где можно нарисовать простейшую схему, нарисовать каждую скамеечку, нарисовать какие-то люки, нарисовать отдельно стоящие деревья, ограждения. Эти знаки все ребята знают, и таким образом можно проводить тренировки и соревнования в любое время года. Вот данный слайд, он показывает, что мы наши задачи решали из окна помещения, не выводя ребят на мороз. Когда у нас в Екатеринбурге зима длится долго, очень много снега, такие возможности мы тоже имеем и придумываем различные способы и различные методы тренировок. Ну, вот тренировки в помещении, это совершенно безопасно для наших ребят. Тоже мы рисуем простейшую схему, вот как показано. Вот как показано здесь, то есть нарисован угол помещения и нарисован маленькое ограждение. Расставлены несколько вот этих флажков, и надо решить задачку, какой же контрольный пункт находится на искусственном объекте. Также мы тренировки можем проводить на пришкольном участке, где мы рисуем, устанавливаем вот такие лабиринты, рисуем схему этого лабиринта, совершенно безопасное ориентирование и доступное для ребят оценить и сопоставить объекты этого лабиринта с объектами на карте. Точно так же они рисуются и проходится определенная дистанция. Ребятам это доступно, они получают удовольствие. И самое главное, как я говорю, в нашей работе – это безопасность. И тоже простейшее прохождение трассы в помещении. Устанавливаем вот такие конусы, рисуем простую схему и предлагаем им пройти в порядке прохождения схемы, в порядок прохождения на местности. Ребята проходят с карточкой, либо задевают конус рукой, либо делают отметку в карточке, что он прошел этот контрольный пункт. Но здесь уже вот это ориентирование, оно схоже с ориентированием бегом, когда проходятся трассы на время, и пройти надо его именно в этом направлении. Но в данном случае мы на схеме еще обозначаем препятствия в виде этих линий, которые нарисованы. И эти препятствия надо обходить либо справа, либо слева. То есть либо справа обходим, либо справа, либо слева. То есть нельзя его перешагивать, нельзя подползать под этим препятствием. Таким образом, они тоже учатся видеть маршруты своего прохождения и видеть объекты, которые они должны преодолеть или которым они должны пройти, обходя какие-то определенные препятствия. Ну и естественно, как мы говорили, что все-таки мы ориентирование связываем для наших ребят с командными видами. И очень много мы проводим наших общих занятий, тренировок в команде. Приглашаем родителей обязательно, потому что именно родители прежде всего заинтересованы в развитии физическом ребят и в интеллектуальном. И поэтому мы проводим занятия не только в спортивном ориентировании, у нас обычные бывают занятия, как в тренировке и различные походы. Для ребят это тоже очень важно. Все вместе ставим палатки, разводим безопасные костры. И для ребят это важно, потому что коммуникации для них необходимы. Ну, естественно, в ориентировании мы очень часто находимся на природе, на свежем воздухе и стараемся заботиться о природе, потому что это тоже один из главных элементов нашей работы. Хочется еще рассказать о том, что ориентирование у нас не только может проходить оффлайн, но и онлайн. Мы проводим индивидуальные и групповые занятия. Такие возможности у нас появились. Вот как сказала тоже Татьяна, пандемия сыграла свою роль. И я тоже говорю, что ориентировщики у нас довольно продвинутый народ. Очень быстро были созданы различные ресурсы и подготовлены интересные соревнования, которые можно решать через компьютер. И соревнования эти проводятся как на региональных, на российском и на международном уровне. И наши ребята, ребята с расстройством от физического спектра, с ментальными нарушениями участвуют в таких соревнованиях. И даже некоторые из них именно в командном зачете у нас стали чемпионами России. Для меня это было, конечно, тоже очень приятно, что все-таки ребята научились, научились читать карту и научились в ориентировании проходить дистанции. Что для нас важно на всех занятиях? Это структура занятия. Обычно для нас это вводная часть, основная часть и завершающая часть. Структуру мы обычно вывешиваем на каждом занятии в виде небольших слайдиков, и ребята видят. Самое главное для нас первое приветствие, называем имя. И на вводной части у нас обязательно для того, чтобы мы настроились на совместную работу. У нас есть общая кричалка. Мы встаем в круг, кладем руку на руку, и ребята все хором, здесь такая веселая у нас кричалка, хоть в лепешку расшибемся, но успеха мы добьемся. У ребят сразу же поднимается настроение, и начинаем мы занятия, может быть, в виде ОФП, игры на свежем воздухе. И после этого мы переходим в помещение, и у нас продолжение, основная часть занятия. Это основная смысловая нагрузка, где мы просматриваем различные видео, изучаем новые условные знаки, проходим тесты, игры на внимание, на зрительную память. Ну, потом небольшая разминка. И самое главное, у нас на завершающей части проходит подведение итогов, рефлексия, и мы заканчиваем всегда наше занятие чаепитием. И, наверное, это очень важно для ребят. Они всегда ждут этого заключительного, заключительной части нашего занятия, и с удовольствием, довольные расходятся домой и ждут новых занятий. Ну, вот онлайн занятия просто хотела показать, что ребята занимаются и совместно с семьями, и индивидуальные занятия. Мы точно так же онлайн можем проводить и физическую активность для ребят, и теоретическую часть. Ребята у нас онлайн занимаются на протяжении уже, получается, третий год. И когда нет возможности пройти очные тренировки, мы подключаем ребят к онлайн занятиям. Что хотелось бы просто показать, какие очень упрощенные задания для развития зрительной памяти, для развития внимания. Мы проводим такие вот интересные задания, они их очень любят, когда надо найти какие-то отличия, пройти лабиринты, и они могут эти задания решать прям пачками. Для них это очень интересно. Они чувствуют на таких заданиях себя очень успешными. Каждый подходит и по какой-то определенной очередности решает такие интересные задания. Задания на развитие зрительной памяти. Мы их можем прям готовить буквально на самом задании. Каждый выкладывает какой-то свой предмет. И обычно из 10 предметов закрывают глаза. И после этого руководитель убирает один из предметов. И ребята должны с помощью своей, скажем, зрительной памяти определить, какой предмет исчез. И они тоже очень любят такие задания, всегда их ждут. Они им интересны. И также мы потом по кругу позволяем ребятам побыть в качестве руководителя, организатора такого задания. И каждый из них пытается убрать какой-то предмет, остальные угадывают. На онлайн занятиях и также на оффлайн занятиях мы проводим обязательно видео занятия, для того, чтобы им было проще увидеть и понять, как сопоставляются знаки. То есть, если мы, допустим, возьмем методы обучения, то, конечно, словесное обучение, наглядное обучение, практические методы, словесные, наглядные, практические методы, они чередуются, но словесный, наверное, метод им воспринимается сложнее. И поэтому наглядные – это видеоматериалы, иллюстрации, работы по схеме – для них воспринимаются гораздо проще, интереснее. И мы часто очень используем обычные видеофильмы, которые тоже доступны. Ну вот, например, изучение условных знаков. Мы показываем, как условный знак обозначается на карте и как он выглядит на местности. Когда нет возможности напрямую выйти в лес и посмотреть, для начала в помещении мы такие знаки изучаем теоретически. Ну и, естественно, потом, когда мы проводим занятия в полевых условиях, каждый раз я беру карточки, показываю карточки, и они находят этот знак в лесу, либо наоборот, показываем, видим знак в лесу и ищем карточки, как он обозначается на карте. Ну и, естественно, как я говорю, что мы используем для ребят с ментальными нарушениями простейшие карты-схемы с укрупненным масштабом, ограниченные по периметру для того, чтобы, прежде всего, это было безопасно. И, конечно, мы стараемся, чтобы ребят сопровождали взрослые, кому требуется сопровождение, кто может самостоятельно преодолеть дистанцию, они это могут сделать, но, тем не менее, мы дистанции стараемся сделать в пределах видимости для того, чтобы постоянно отслеживать наших ребят. И не было никаких у нас, ну, так скажем, несчастных случаев. Обязательно у нас проходят интересные занятия по тестированию, когда мы изучаем знаки, и обязательно они пытаются этот знак в виде теста определить, что он обозначает. Все ребята у нас по нашим планам, по нашим мероприятиям участвуют в соревнованиях. Стараемся мы ребят, участников отправлять семьями, и обязательно подводится у нас семейный зачет, подводится награждение, и, как я сказала, мы стараемся наградить каждого участника. Ну, вот здесь тоже регулярное участие. Свинами, как я сказала, у нас проводятся в любое время года, и называются они у нас все сезонные кубки нашей организации. Ну, и, как хочется сказать, что у нас дает все-таки спортивное ориентирование, внешнее физическое развитие, самое главное оздоровление, здоровый образ жизни. Интеллектуальное развитие очень важно для наших ребят, прежде всего, это расширение информационного поля, познавательной активности, духовно-нравственное развитие, и самое важное, конечно, это социально-психологическая адаптация ребят, развитие и волевых, и коммуникативных навыков, чего мы и добиваемся, и, конечно, обладание различными социальными ролями, приобретение навыков самообслуживания. Ну, и, как я вам говорила, можно, я покажу, какие задачки мы решаем и онлайн, и оффлайн, чтобы понять, что из себя представляет упрощенная схема у нас, нарисована гора на карте, вот она, гора на местности, у нас есть знак отдельно стоящего дерева, так, сейчас я возьму, отдельно стоящего дерева, вот, дерево на склоне стоит, и есть знак, допустим, камень, это черная точка у нас, и вот таким вот образом мы с ребятами решаем задачки, где находится какой контрольный пункт, например, я говорю, какой контрольный пункт находится у нас на камне, и вот они смотрят, ну, здесь в данном случае буквенное описание, чтобы проще было, пункт Д, если контрольный пункт стоит у этого дерева, то это пункт Е, и если я подскажу, что пункт, стоит ли пункт вот у этого дерева, они скажут, что у этого дерева нет ни одного контрольного пункта, то есть, ну, так скажем, флага, как мы их обозначаем, ну, и еще одно там задание можно просто, то есть, как я сказала, вот схема у нас, открытое пространство это желтый фон, черные точки это у нас камни, камни большие, камни маленькие, вот у нас большой камень на карте обозначен, рядом с ним маленький камень, и еще один камень вдали, вот этот, и поэтому, чтобы определить, какой флаг находится у этого камня, мы можем определить, что именно этот, а не какой-то из этих трех, таким образом они решают задачи, сопоставляют объекты и дают правильные ответы, эти задачи им очень нравятся, и самое главное, они получают удовольствие, еще особенно от того, когда правильно решают, еще одна задачка, но я думаю, что мы ее не будем решать, ну и вот хочется сказать, что все-таки именно трейл-ориентирование уже такой вид спорта, который на международном уровне хорошо развит, много проводят соревнования, и проводятся чемпионаты мира и Европы, ну во всяком случае проводились, мы ждем, когда у нас все возобновится. Наши контакты, если вы хотите узнать о спортивном ориентировании, называется Точное ориентирование в России But или можно назвать Trail ORF, и очень много у нас подобной же информации, есть спортивное ориентирование в Свердловской области и на Урале, или спортивное ориентирование в России, можно найти эти контакты на сайтах, в интернете, и познакомиться более подробно со всеми этими видами спорта. Очень много методической литературы, с которой можно также познакомиться, скачать и использовать в своей работе. Спасибо за внимание. Мне бы, конечно, хотелось, чтобы у нас любители компаса вливались в наши ряды. И, конечно, хочется, может быть, услышать ваши вопросы. И хотелось бы, чтобы наше ориентирование полюбили все остальные, и педагоги, и тренеры, и будущие наши спортсмены. Спасибо. Ольга Геннадьевна, спасибо вам большое. У нас тут есть два вопроса. Один вопрос к Татьяне Николаевне. Смотрите, есть ли возможность в Москве взрослым людям заниматься плаванием? Может быть, есть какие-то контакты, или можете порекомендовать какой-то клуб спортивный? Татьяна? Она, по-моему, покинула нас. Покинула? Ага, может быть... Да, она сказала, что коллеги попрощались. Может быть, вы можете подсказать что-то, какой-нибудь клуб? Ну, мне, наверное, сложно сказать про плавание, но тем более в городе Москве, Москва. Поэтому, я думаю, наверное, можно все-таки что-то в интернете поискать. И вопрос именно к вам. Как можно научить ориентироваться спортсменов именно по знакам? По знакам? Да, именно по знакам. Ну, как я уже сказала, вы смотрели... Ой-ой-ой, а, вот включили. Я вам показывала, какие есть условные знаки. Они, их можно найти на любом сайте спортивного ориентирования. Эти знаки можно, как я сказала, разделить по цветам и изучать их, имея под рукой карту, сопоставляя эти знаки, которые вы изучили на карте. И, возможно, если есть возможность с этой карты выйти на местность, то увидеть это, как они выглядят на местности. Спасибо большое. У меня к вам есть вопрос. Какие конкретно физические качества развивают спортивное ориентирование? То есть не моральные, не волевые, а именно физические. Физические. Ну, это все те качества, которые необходимы, в принципе, в спорте. Это мы очень много делаем упражнения на гибкость. И прежде всего это выносливость. Потому что в ориентировании приходится преодолевать дистанции не 3, не 5 минут, а бывает 20 минут, 30 и 40. И поэтому выносливость это прежде всего, но, естественно, и упражнение на растяжение делаем. Как я говорю, чем длиннее мышца, тем она выносливее. Поэтому обязательно я считаю, что выносливость, гибкость и скорость. Благодарю за ответ. И есть у меня еще такой вопрос. Сколько примерно дистанции по протяженности? Ну, в среднем, понятно, что высчитать это невозможно. И сколько времени примерно затрачивается на прохождение? Ну, в среднем, если брать, например, летние дистанции. Ну, у нас есть разные дисциплины. Есть дисциплина спринт, дисциплина мидл и дисциплина лонг. И поэтому, конечно, мы для наших ребят, для ребят с ментальными нарушениями, мы стараемся для них делать очень короткие дистанции в дисциплине спринт. И обычно эта дистанция от 6 минут мы делаем им до 10-15 минут, которые они могут преодолеть. Больше мы пока им не рекомендуем, потому что они могут уставать. И тем более они идут в сопровождении с родителями. Это если беговое ориентирование. А если у нас это ориентирование, трейл-ориентирование, мы им даем контрольное время обычно до часа. И в течение часа они могут проходить дистанцию и решать, ну, какие-то сложные интеллектуальные задачи. Отлично, спасибо. У меня такой вопрос. Скорее, я сама с плохим зрением. Вот вы говорили, могут заниматься лица с пода, да, лица с расстройством аутистического спектра. А могут ли лица с нарушением зрения заниматься трейл-ориентированием? Я встречала ребят, которые с нарушением зрения пытались выходить на дистанцию. Да, для них немножко сложновато. Карту они читать могут, но увидеть контрольные флаги, которые установлены в лесу, им несколько сложно. И мы сейчас тоже продумываем возможности и варианты, что можно сделать для ребят и для людей с ограниченными зрительными возможностями. Да, это очень интересно. Я думаю, можно же также, например, с сопровождающим проходить. И с сопровождающим. Мы обдумываем, и мы очень, я считаю, что мы, наверное, найдем какие-то варианты. Спасибо большое. Так, уважаемые зрители, в чате у нас пока вопросов нет. Может быть, у кого-то есть вопрос, либо кто-то хочет напрямую голосом задать вопрос. Так, нет, пока вопросов нет. Так, тогда вопрос у меня. Если брать дистанции, от которой, говорили, в помещении проходят, да, они также по времени стандартно длятся, или это какие-то сокращенные дистанции? В чем вообще вот различие между... Мы делим эти дистанции на трейл ориентирования. Результат зависит от количества правильных ответов. И здесь дистанцию можно не ограничивать по времени, то есть они могут в течение 10-15 до часа решать. И если дистанция ориентирования бегом, то здесь зависит от скорости. Конечно, помещение, оно небольшое. Мы ставим дистанцию такую, что они ее могут пройти за минуту, могут пройти за 3 минуты. И поэтому, конечно, в помещении невозможно поставить дистанцию на 30 минут или на 15 минут. Поэтому здесь дистанции короткие, где они успевают приобретать дистанцию, получить удовольствие, самое главное, и понять, что у них все получилось. И по возрасту, да, есть какие-то различия, например, там... По возрасту, ну, как я сказала, что у нас в ориентировании демократичный вид спорта, где могут принимать участие дети от 6 лет до ветеранов, пока работает голова и держат ноги. Поэтому здесь они все делятся на возрастные группы, конечно. И ребята маленькими готовятся очень упрощенные дистанции по поводу того, что они идут вдоль ленты и просто делают отметки на контрольных фронтах. А уже постарше ребята, которые знают условные знаки, которые понимают, читают карту, которые мы понимаем, что мы можем доверить им уже дистанцию, самостоятельное прохождение, здесь они могут продавать дистанцию уже более длинную. Поняла, спасибо. А это, получается, каждый проходит индивидуально, правильно, дистанцию? Или можно их разделить на какие-то некие маленькие команды? Дистанции у нас могут быть индивидуальные, у нас могут быть командные зачеты в виде эстафеты, и могут быть семейный зачет, когда у нас проходит дистанцию группами семьи. Мы точно так же потом подводим эти семейные зачеты. Для меня вот очень интересно именно, чтобы работала семья, потому что, ну, я считаю, это просто очень важно, когда вся семья выходит на дистанцию, помогают своим ребятам, и, тем не менее, мы потом еще делаем раздельное награждение, мы награждаем родителей отдельно, награждаем индивидуально ребят, и подводим семейный зачет. Благодарю, Ольга Геннадьевна, за ответы, за такой прекрасный и интересный материал. Я тоже для себя открыла очень много нового, как и наши слушатели. Вам хочется пожелать дальнейших успехов, новых проектов, всего самого наилучшего, лучшего, то есть дальнейших побед. Спасибо большое. И ждем вас снова, само собой, к нам на вебинар. С удовольствием, еще к вам придем и расскажем. Благодарю, уважаемые зрители. Всем тоже спасибо за внимание, за участие. Следите за рассылкой на ваших электронных почтах, там будут проходить анонсы наших будущих вебинаров. Всем спасибо, всем удачи. До свидания. До свидания. До свидания. До свидания. До свидания. Продолжение следует...